Сейчас в самом разгаре сезон отпусков и туристических поездок. Многие выбирают для данного времяпрепровождения мое и пляж. Вспоминая о пляже, чаще всего наше воображение рисует желтый песок, ласковые волны, солнце и прохладительные напитки. Но есть пляжи, где отдых не будет банальным удовольствием. Сегодня мы расскажем о пляжах, среди которых поклонники экстраординарного отдыха и обычные любители природы найдут себе место по душе. Такого пляжного отдыха у вас еще не было. В Англии, в графстве Западный Дорсет, в окрестностях города Лайм Реджес, находится пляж юрского периода, прогулка по которому станет путешествием в древнее прошлое. Прибрежные скалы содержат множество окаменелостей древних моллюсков-аммонитов. По мнению ученых, их возраст составляет 185 миллионов лет. Любой желающий может найти окаменевшие раковины моллюсков и камни со следами древней цивилизации. Все найденные на побережье артефакты можно забирать с собой как сувениры. В результате частых оползней на поверхности появляются все новые и новые останки древних обитателей планеты, так что сувениров хватит на всех желающих. Пляж на берегу Акульей бухты в Западной Австралии состоит из многих миллионов мелких ракушек вместо песка. Слой ракушек толщиной 8-10 метров состоит из раковин одного моллюска, которые тысячи лет живут и размножаются в водах бухты в отсутствие природных хищников. Воды в здешних местах очень соленые и другие животные не могут выжить в таких условиях. Моллюски умирают естественной смертью, а волны выносят их, раковины на берег. Сейчас ракушечный пляж в Акульей бухте внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 27-километровый участок национального парка на Гавайях вдоль побережья – это пляж «Лающие пески». Такое название пляж получил из-за необычного поскрипывания кварцевого песка под ногами, похожего на лай собаки. По мнению ученых, эффект достигается благодаря особым видам гранул кварца, которые при трении способны издавать столь необычный звук. Еще более неординарным этот пляж делает близость с ракетно-испытательным центром. 28-километийский пляж Этот необычный индийский пляж находится в одноименном поселке Чангипур в Восточной Индии на берегу Бенгальского залива, где наблюдается уникальное природное явление. Здесь круглый год, дважды в день море отступает на 5 километров, открывая пляж на несколько часов. В это время можно исследовать морское дно, полное раковин, небольших красных крабов и другой морской живности. Купание же возможно только во время прилива, однако лучше ожидать возвращения моря на берегу. 29. Редчайшие звездные пляжи Редчайшие звездные пляжи можно найти на берегах Индийского и Тихого океанов. На первый взгляд, они похожи на самые обычные, только состоят не из песка, а из несчетного количества крохотных звездочек, панцирей древнейших жителей океана – одноклеточных фораминифер, которые даже под бесконечными ударами волн не утрачивают ни формы, ни изящества. Размер одноклеточной фораминиферы около 5 миллиметров. Одним из самых знаменитых звездных пляжей является песчаный пляж из звезд на японском острове Иримоте. Звездочки этого пляжа имеют удивительно правильную форму и производят сильное впечатление, особенно при рассмотрении его под микроскопом. У туристов звездный песок пользуется огромной популярностью, о начале зоны волшебного песка сообщает специальный знак. На севере Испании посреди горных лугов расположен пляж в форме морской ракушки Плайо де Галпиуре – один из самых маленьких в мире, признанный природной достопримечательностью. Его ширина составляет около 50 метров. Возле пляжа нет бушующего моря, но волны, штормы, приливы и отливы здесь можно почувствовать в полном объеме. Дело в том, что этот прекрасный оазис связан с Бискайским заливом, находящимся в 100 метрах от пляжа с помощью сети подземных пещер. Добраться к этому пляжу можно только пешком из ближайшей деревни или от пляжа Сан-Антолин. Белоснежное скалистое побережье Скала де Итурке расположено на юге Сицилии. Удивительный пляж назван турецкой лестницей, поскольку, по легенде, турецкие пираты когда-то обосновали пристанище, защищенное от ветров гаванем. Пляж похож на лестницу из натурального белого камня Мергеля, ступени лестницы ведут к побережью. Широкие каменные выступы стали результатом воздействия ветров и дождей, тысячелетиями оказывавших влияние на горную породу. Махо – один из самых экстремальных и небезопасных пляжей в мире. Он находится на Карибском острове Святого Мартина в группе Антийских островов в 300 км от Пуэрто-Рико. К теплому песку и Синему морю здесь бесплатным приложением является непередаваемое острое ощущение. В нескольких метрах от пляжа находится взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта Принцессы Юлианы. В 10-20 метрах над туристами заходят на посадку и взлетают гигантские авиалайнеры. Любители экстрима здесь хоть отбавляйтесь. Захватывающие опасные зрелища и адреналиновые ощущения совсем не до слабомерных. Удивительной природной достопримечательностью на восточном побережье полуострова Карамандель в Новой Зеландии является горячий пляж. Под ним расположены горячие источники, и горячая вода поднимается на поверхность, а во время отливов это место превращается в настоящий спа-салон. Сотни людей с семьями приходят на пляж с лопатами и ведрами, чтобы выкопать себе своеобразное природное джакузи. Главное – это помнить о безопасности, так как горячие источники находятся прямо у моря, а прилив с большими волнами может нагрянуть очень быстро. Место это пользуется большой популярностью у туристов и местных жителей. Национальный парк Финсоис-Маранденсис расположен у побережья Атлантического океана на северо-востоке Бразилии, невысоко над уровнем моря и покрыт большими белыми песчаными дюнами высотой до 40 метров. В сезон дождей между дюнами образуется множество синих и зеленых лагун. Заехать сюда можно исключительно на полноприводном грузовике. Пляжи просуществуют до октября, когда вода окончательно высохнет. В воде вводится множество видов рыб, несмотря на почти полное пересыхание лагун в засушливое время года. Считается, что птицы приносят икринки этих рыб из моря. Конечно же, список удивительных пляжных мест можно продолжать и продолжать. Воистину, природа нашей планеты ну никак не перестает удивлять богатством своей фантазии. Надеемся, что вам было не скучно и вы узнали что-то новое и интересное для себя. Если так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте свой отзыв. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok